Регионы закроют окно КАРИ. Регионы закроют окно КАРИ. Распотребнадзор планирует объявить всероссийскую подчищающую иммунизацию. 2. Газета «Коммерсант» номер 39 от 5 марта 2019 года, СТР. 5. Общенациональную дополнительную иммунизацию населения против КАРИ, так называемую «почищающую», планирует организовать распотребнадзор. Власти регионов помимо закупок надлежащего количества вакцины должны будут организовать мероприятия по иммунизации трудовых мигрантов и добиться снижения числа лиц, отказывающихся от прививок. Распотребнадзор планирует проведение подчищающей иммунизации против КАРИ на всей территории России. Соответствующий проект постановления главы распотребнадзора Анны Поповой размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Почищающая иммунизация, как правило, заключается в массовой прививочной кампании на территориях с высоким риском распространения заболевания. В распотребнадзоре отказались прокомментировать твердый знак причины появления проекта, отметив, что пока документ на рассмотрении. По данным ведомства, в России за 2018 год было зарегистрировано 2538 случаев КАРИ по сравнению с 725 в 2017 и 162 в 2016 году. В феврале 2019 года Распотребнадзор связывал рост заболеваемости с большим количеством случаев завоза КАРИ из других стран. 1 марта в Распотребнадзоре сообщили о создании горячей линии по вопросам профилактики КАРИ. Как эксперты признали всплеск заболеваемости КАРИ в России. Согласно проекту, регионы с 1 апреля 2019 года по 1 октября 2019 года должны будут провести мероприятия по почищающей иммунизации против КАРИ населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность. Для этого составят списки подлежащих прививкам против КАРИ по каждой медицинской организации, сформируют и оснастят вакциной прививочные бригады. Власти регионов должны выделить средства на закупку вакцины в соответствии с расчетной потребностью. Подготовка к подчищающей иммунизации должна быть проведена до 22 марта. Регионам поручат рассмотреть вопросы о работе иммунологических комиссий по пересмотру медицинских отводов, организовать работу, направленную на снижение числа лиц, отказывающихся от прививок, и на иммунизацию трудовых мигрантов. Главы региональных Минздравов и территориальных органов Распотребнадзора должны выявить детей и взрослых, не имеющих сведения о прививках против КАРИ. Это касается, в частности, труднодоступных контингентов, кочующего населения, беженцев, вынужденных переселенцев, внутренних и внешних мигрантов. Работодателей, привлекающих иностранных граждан, обяжут до конца 2019 года привить против КАРИ работников. Экс-глава Распотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что при подчищающей иммунизации следует анализировать медицинскую документацию, по его словам, известны случаи, когда число привитых по документам превышало реальное. Господин Онищенко предположил, что сейчас самую трудную часть будут представлять отказники, тем мамам, которые воспылали недоверием к здравоохранению, я пожелал бы самим заболеть и испытать это непростое состояние. Не дай бог им увидеть своего ребенка, который лежит пластом и не может поднять голову от высокой температуры. Отметим, почищающую иммунизацию, как правило, объявляет региональное управление Распотребнадзора. В разговоре с твердой знак Завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ и имени Пирогова Владимир Никифоров отметил, что документ, в рамках которого планируется объявить ее по всей стране, он видит впервые за 40 лет своей деятельности. Валерия Мишина. Иглы разума. Твердый знак собрал рекомендации экспертов по изменению российского национального календаря прививок читать далее.